Ну тут мы с вами упростим задание, то есть я взял просто палочку вот с этой сделал и эту палочку поставил сюда, а здесь сейчас с помощью вот этой курвы скажу, что он должен быть толстенький эта палочка, ну примерно вот такая, как эта самая. Еще немножко разведнем R, вот это выделим, R и разведем R, так, хорошо, ну а здесь просто сделаем колечко на всякий случай просто, где у нас торус тут, вот торус, уменьшаем его для невозможности. Ставим сюда, так, разворачиваем его, так, Rpx сунует 2.90, ну а сколько нужно, настолько разведем. Давайте посмотрим сбоку, возьмем эту штуку, оттащим сюда, вот сюда приставим ее и начнем разворачивать, вот это вот так. и ставим на место. Так, и сбоку смотрим теперь, и ставим посередине. А ну, по x, по серединке так. Так... У-у-у-у-у-у-у. По x, по серединке. Есть? Не совсем получился. у меня с этой не совсем получилось, или с этой не получилось так вот да и все вот так скакивает так и нам осталось сделать поперечину в которую она будет ударяться и пару каких-нибудь красивеньких штучек, я имею ввиду что возьмем допустим Shift A возьмем цилиндр ой, зачем нам цилиндр ну цилиндр ничего Shift A мы возьмем кубик рубик уменьшим мы S по X вытащим наружу хочу здесь как бы металлическую накладку сделать S по Z вот такую дальше поставить ее там, где она должна быть вот я вот здесь хочу так расширить S по Y так допустим да, еще немножко подвинуть по Y вот сюда так встало-встало ну а дальше немножечко закруглить ее ну-ка вот это нет вот эти мне нужны емкошки вот это ребро мне нужно вот это ребро нужно вот это вот это так ну и теперь Ctrl B ага видим, что вот так не получится потому что Reset надо всех сделать так ну а теперь назад битмот и Ctrl B вот так сделаем да так так сделали теперь возьмем шарик делаем наш шарик ну там вытаскиваем его G по X сюда так делаем его маленьким и ставим на место G по X захлепочку такой, да такой заклепулечку да хорошая заклепулечка так и делаем так еще раз G ставим по оси X оп нет по оси Y вот так мы ее ставим ага так а дальше Array дальше просто Array ну и тебя Array у тебя Array они совпали вместе молодцы T спасительница наша V ну теперь Array 0 здесь 5 7 так скажем штук 4 достаточно так поднимаем поднимаем наверх чуть-чуть G по Z так и здесь еще раз G и наверх по Z больше не надо далее мы берем вот эту эту и эту и берем J о забыли так где мы тут ошиблись в чем вот с этой SRM теперь вот это 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 и join так а дальше вот эта вот часть мы просто уберем все ее rotation скажем что объект с этой режима у нас курсори и возьмем меру ends меру у нас по X произошел а вот этот почему-то нет это тоже должно секундочку внимание до вкусного питания вот это с этим подождите вот это и это они должны быть вместе все теперь должно быть все отлично идем меру включаем так отлично ну и здесь балка должна быть control а куб наверх его включаем вот назад так уменьшаем с немножко сужаем по и разворачиваем с по и x вот так балка должна быть барабанке с по y чуть меньше и с по x чуть меньше нет с эти все нормально да и подвигаем ее теперь сбоку смотрим видим туда куда нужно чтобы вот это ударило вот это ударило как бы сюда и ставим ее сюда так хорошо здесь берем подвигаем 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 по оси так далее сбоку смотрим поворачиваем ее вот так ставим сюда видим что свечка перед и еще раз еще раз вот сюда немножко будет разогнать вот так что еще требует от нас чешка ложка в принципе все можно взять еще вот этот секунду перетащить его вот сюда G нет shift а сначала как вот shift D и вот сюда ее поставить и увеличить ее S делать толстую вот такую и S уменьшить по X по я не знаю я даже не знаю ну что это такое так и S по X еще раз уменьшим так сделаем так вот так да так будет хорошо и глянем еще раз последний раз на нашу эту в принципе все ребята закончена штука немножко своеобразная получилась на наш взгляд на мой взгляд ну я такой захотел чтобы она выглядела вот так вот готов корова чтоб нынче быстро закончили сколько 12 минут его уже там да ну хорошо стоп давайте уж тогда до конца доведем то есть я сейчас выбрал все деревянные детали и скажу что вот вот это вот если это так на самом деле то одной деревянной детали не хватает не хватает так это дерево теперь дерево так нам надо вот это еще соединить это тоже сказать объект дерево 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 потому что если мы это все сейчас уберем нам должны деревянные детали все еще остаться только металлические то есть вот это 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 все это все металл и вот это кольцо это тоже металл говорим объект что металл Так, металл убираем, а это у нас сейчас деревянная что ли, или тоже металлическая. Соединяем. Итак, у нас осталось вот это, и мы превратим сейчас объект конвертируем в Mesh. Так, и вот это у нас осталось. Вот это вот. В Mesh они будут представлять из собой веревку. Жой. Это веревка. Веревка. Все. Итак, если мы включим... А, еще с колесами надо разобраться. Подождите, это у нас каркас? Нет, это вот каркас можно вообще удалить. Так, и что у нас с колесами? Если я ее удалю, ничего не случится, потому что все колеса на месте, все на месте. Так, тянем, подтянем. И получаем... Там вот река не должен лежать, по идее. Все. 15 минут. Ну, мы можем как поступить с вами? То есть, сохранить все это, естественно, да? Сохранили. Теперь пойдем в экспорт. Скажем, вейв. И, скажем, баллиста, да? Выделим все вот эти три кнопочки. Нажмем. А что, она уже сохранилась, что ли? Что-то я не верю. Давайте в keshuts зайдем еще. Вот такой быстрый рендер. Попортируем футболиста, футболиста. Вот она, да? Так. Смотрим. Берем веревки. Где у нас? Вот она, веревка. Берем такой цвет. Серовато. Так. Да, потому что... Белый нам не нужен. Так. Дальше идем... Затем мы в сатин. Вот возьмем ровно. И покрасим все дерево. Ага. Затем надо будет что-то решать. Дальше нам нужно зайти в... Пайнт, может быть, взять. Металл. Из пайнта взять. Но не слишком уж яркие все. Если я возьму металл... И скажу, что нам нужен такой старый металл. Металл. Вот так. Металл. Вот так. Металл. Металл. Как бы мне все-таки хотелось, чтобы это был металл. Железо взять. Видите. Текстовый. Слишком светлый. Можем его погасить. Это понятно. Для этого мы сейчас выбираем свои материалы. Возьмем сначала вот этот. Так. И как нам его... С текстурой. С камерой. Так. Винтель. Пойдем еще раз сделать. Вот. В общем, как-то так, наверное. Хотя это неправильно совершенно. Повдоль-то сделать. Ну, примерно. Пускай так будет. Так. Тут. Уже немножко сделать посветлее, наверное. Вообще неправильный. Вот здесь я применю. Так. Вот так мы сделаем темненький. Анодированный. Да? Темного анодирования. Вот такой вот. Темноватенький. Нормальный. Так. Еще. Сделаем более шершавым. Все. Так. Здесь в материалах. В сценарии. Вот. Это. Не то я взял. Вот такой вот. Пускай посветлее будет. Но зато. Такой, какой нужно. В интервью. Это. Фаба. Потемнеет. Ну и пожелтее. Ой, нет. Не такую желтую, конечно. Где-то вот такую. Окей. Так. Ну это конечно смешное. Материал. Такой. Слишком смешно. Чтобы быть правдой. Так. Едут у нас. Винкель. Так. Едут у нас. Винкель. Там посмотрим. Ну и давай. А что, не хочет вставать? Ну ладно. Ставим так. То есть вот такой у нас получился. Вот. Посмотрим. Винкель. Повращать. Значит, у нас он будет вот такой. Ну и все. Останется потрендерить. Ну я говорю сейчас это грубо все. Потом я буду это лучше все делать. Пока это все грубенько. Чтобы вам показать, что вы тут наделали. Окей. Ну все. Теперь уж точно все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 двигаем вот сюда немножко выходит за края этой машины так и теперь вот эти два колеса мы можем сказать что ребята возбуждение трансформации вас находится сейчас только ссоре и давайте-ка мы сейчас миром тем самым что выделим скажем shift d говорим x и двигаем сюда так и разворачиваем на 90 р по z на 90 нет 180 все 180 отлично сыграло и двигаем смотрим звуком двигаем по оси же по оси x вот так отлично у нас получилась вот такая все следующем мы будем уже оси ставить и все остальное